Кишинёв, 4 мая, РИА Новости Кишинёв согласился пойти на уступки правительства, его отстранили, и тогда люди сами предложили перейти на президентскую форму правления. С октября прошлого года партия социалистов собрала 1,5 миллиона подписей. На первомайском митинге мы сообщили, что закончили сбор подписей и запустим процедуру по изменению Конституции для перехода на президентскую форму правления, заявил Дадон. По его словам, эту инициативу предложат нынешнему парламенту. Если она будет отклонена, то станет основным пунктом предвыборной программы партии социалистов на осенних парламентских выборах. Думаю, что в ближайшие недели мы подготовим проект изменения законодательства. Нужно минимум 34 подписи депутатов, у нас пока есть 24. Тогда запустится процесс в Конституционном суде, который будет длиться на протяжении 6 месяцев, сообщил Дадон. Конституционный суд трижды временно отстранял президента. 17 октября 2017 года он отказался утвердить на пост министра обороны Евгения Сторзу. 2 января 2018 Гони согласился назначить новых министров, предложенных парламентским большинством, а 5 января глава государства выступил против законопроекта, запрещающего ретрансляцию российских новостей и информационно-аналитических программ. Каждый раз документы подписывал спикер парламента. Противостояние Дадона с парламентским большинством и правительством продолжается. Основным предметом споров остается внешняя политика страны. Президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются на сторону Запада. Дадон блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова